господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 883 события дня 3 книга сар 14 6 я грозный посланник тебе это пророк сказал тому кто достоин этого был прятаться пытались скрывать посланник и поэтому прими или последствия будут другие необратимые за 17 мая 2018 года вот тут переписка была с sd сегодня ее нету может будет завтра серахов 37 2 если это скорбь до смерти когда приятель и друг обращается во врага 3 она 14 для меня нет больше радости как слышать что дети мои ходят в истине вот радость и печаль а монаха того как может иметь когда он один сидит он не знает кто во врага превратился там про себя думает но никакого общения то нету тут монашество нарушает все правила какие есть говорит иметь общение друг с другом 1 и она 17 крови иисуса христа ощущает от всякого греха как ходит во свете он ничего не знает салом 32 господи как умножились враги мои многие восстают на меня многие говорят душе моей нет ему спасения в боге но ты господи щит предо мной слава моя и ты возносишь голову мою это три тысячи лет назад так было они еще не могут сказать а нет тебе спасения в боге а под каким вы епископом вот они о душе заботятся нету но вписываются в это они стараются показать что они у бога там решают а бог то он и не нужен им зачем нужен они решают здесь на земле под каким мы епископом под каким епископом вот вопрос то как сайт где он такой вопрос когда стоял просто показать надо определенных признаешь все 40 лет всем ушла один раз причастилась и в раю главное твоя жизнь премудрец соломона 215 тяжело нам и смотреть на него ибо жизнь его не похожа на жизнь других и отличные пути его он считает нас мерзостью удаляется от путей наших как от нечистот облажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим бога вот все сходится если ничего не сходится значит не записано мы в число тех которые бог избрал в избранном вот прочитайте эту приму для соломона вторую главу да и на третью перейдите ну и будете к вам относятся или нет я скажу ко мне это относится я знаю как они преследуют как говорят маршрутка как бы даю новую в помощь настоящее дается позже кто даст о себе прежде знать даст свои данные внимание кто это потеряевку из москвы то есть с той стороны я только что переговорил с отцом и акимом он дал вот такую исправку из москвы идут два поезда номер 96 идет мимо потеряевки в окна видать поезда поезда у нас видать а из всех окон видно нашу потеряевку по прямой прямо по перпендикулярно на дорогу там на километра два с половиной больше там нету это не даже так но сойти надо на станции корчено не доезжая это не доезжая до потеряевки 20 километров оттуда звонят ранним утром и оттуда забирать нужно чтобы кто-то приехал и забрал то есть ну поехали вернулись привезли люди а там время там много уходит на это конечно рассчитаться надо вот так то один еще до пешком можешь дойти по шпалам увидишь деревню сворачиваю все дальше станция панова и ребриха от нас за 35 километров просто справку даю чтобы у проводников справляться не слезть раньше если спросите а ребриха панова дальше ну скажи дальше ну значит правильно я слез спросите какая следующая остановка слазить на станции корчено это поезд номер 96 найдет через день вот почему лучше ехать на своей машине им выдаем маршрутку номер второй поезд 136 тоже через день другие дни то есть каждый день оттуда поезд этот идет до барнаула но по другой дороге и тогда уже из барнаула добираться поездом другим или такси до потеряевки 150 километров им не ехать пока не получите маршрутку а иначе будете блукать по полям полагая что у нас день деревни нынче здесь 1017 году будет воскресенье 3 июня я 2 должен туда прибыть 200 лет основания потеряевки и 27 лет восстановления это как бы день открытых дверей но они прежде должны написать мне что получили разрешение курящий вход совершенно запрещен они все равно нарушают обещание не курить женщины все в длинных юбках не выше 10 сантиметров от земли без украшений косметики мужчины под поясы на рубахе на выпуск не брюки заправлять ожидаем митрополита сергия иванникова ритургия начинается с 8 утра 3 июня воскресенье владимир гай игнатий тихонович извините что отрываю вас отдел хочу спросить сегодня работать можно или нет я спрашиваю что за работа владимир только пришел в церкви ходил первый раз слушал службу я такой рады насчет работы я понял животных накормить можно но и нужно косить полоть стирать строить нельзя по не так и много двунадесятых праздников но если один на месяц получается не считая пасхи но это при возможности у нас фермера официально разрешено потому что его по-другому нельзя александр спаси христос игнатий тихонович я вернулся с больницы господь меня помиловал и бы без христа я бы уже сдох как дворовый пес то есть человека лишний вес зашел в душевую начал мыться я все это вижу уже по встрече тому по скайпу беседовали врач поставил диагноз отравление продуктом питания когда я принимал ванну и мне внезапно стало плохо в голове потемнело и силы стали уходить я весь покрылся холодным потом и начал мерзнуть сердце еле-еле билось я резко вышел из ванны и побежал к иконам и начал молиться чтобы не уйти не готовым мир иной врачи поставили второй диагноз цистит буду лечиться и пока холодно на улице а у нас ноябрьске минус 4 я буду сидеть дома молиться благодарить бога что же вы буду лечиться врач принял меня как пациента хорошо от страха что мог сегодня умереть я позвонил вам игнатий тихонович благодарю вас за молитвы ко христу у матери один у меня из родных только бабушка в грузии живет бабушке 70 лет она учительница начальных классов а родной дядька забыл про свою сестру то есть мою маму и даже не звонит нам мой папаша иначе его не назовешь ушел другой женщине которая его увела с нашей семьи когда я был маленький алимент он не платит мне мама ходила сдавала кровь чтобы в тяжелое 90-е нас покормить прокормить и попутно работала в садике оплачивая служебную квартиру которую моему в кавычках папаше выдал военкомат как военному ведь я родился при союзе а в гдр город магдыбург потом мы переехали жить в грузии где жили у бабушки это как раз начало 93-х годов я был маленький но видел как боевики басаева ходили по домам и искали русских солдат они стреляли по стенам не было электричества питались очень скудно после мы собрали чемоданы сели на поезд и поехали до ноябрьска там уже военкомат папаши дали квартиру служебную вся моя семья были военной династии но я не пошел служить в армии по двум причинам потому как не могу взять в руки оружие все по евангелию клясться и подчиняться человеку форме не буду потому как только богу буду подчиняться и делать так как велит мне сам творец и создатель господь подчиняться такому же человеку к я сам военной форме то я не должен и не обязан ибо тот человек точно такой же как я по рождению с таким же сердцем и остальными частями тела и вторая причина я ничего государства не занимал чтобы идти служить я никогда не занимаю людей ничего и кредиты не беру подчиняться и слушать только господа потому как мирские люди не способны что-либо решать на этой земле без воли бога не могут благодарю вас игнатий тихоныч за ваши труды с уважением александр город ноябрьск владимир г одна женщина подошла ко мне после службы ты говорит я так рада что ты к нам пришел а я говорю а я-то как рад игнатий тихоныч утром считал события дня я грозный посланник за 9 мая она исчезла не могу найти как не можешь найти то я думаю что можно найти на какое число все это посмотреть никуда но не делать здесь рядом сайт к истине видите как к истине отдельно по-русски добрый день зачем вы повелись на банальные угрозы что дудин может подать в суд то вы знаете как это не просто то при этом судиться ему придется в районном суде где прописан хозяин сайта сам дудин это не сможет нанять адвоката у него денег нет верните все обратно кстати если дело дойдет до суда что мало вероятно удалить можно первым присудебном досудебном заседании и принять досудебное соглашение так то верните все на место но нельзя быть такими пугливыми с уважением максим степаненко я отвечаю что это не я и это все сергей парализованный козлов его там сайт его ролик и это ему он написал не мне дудин то угрожать начал там закон какой еще рассчитали даже отвечаю тут из прошлых наших статей мне недруги прикидывает побуждая чтобы я что-то сказал на вас а вот такой-то там нашел от максима вас сказал а сказал оказывается уже три года прошло андрусенко александр который вместе с вами я качал на качелях звав раскачка это фото троллит на наших ресурсах он полностью отрекся от православия и близко сошелся с разными ретиками которых я даже не знаю вот сейчас сразу я знаю этот александр сразу сразу начнет говорить я ему ни одному слову не верю почему-то он балуется добрый человек это проверить нас я думаю так раскачивает вот так но не ни 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 в какой я ему отвечать ничего не могу даже я ответил что у меня никогда в жизни не было того чтобы те кто был дружен а потом что-то в кость пошло я никогда им не отвечу грубостью вот конкретно сколько там было от него александра нет и ролики его в роликах что он нам делает скидывает там обзывает как-то обвиняет меня это не касается совершенно он балуется баловник почему потому что у меня для него для них таких нет иного места моем сердце как для максима степаненко они вмонтированы всегда во мне по первой той встречи радости и они в моих молитвах как гонимы и я трепещу за них перед господом христом чтобы они дошли до желаемой пристани до царствия небесного и были там так фильме иуда бен гур 11 оскаров ставшая прокаженными его мать и сестра не захотели встретиться с ним чтобы в его памяти они остались такими какими он их помнит но их господь иисус христос исцелил мыс а александра мадрусенко навсегда в моих молитвах вы как близкие и щедрые это не мое письмо и не оставил то сергей козлов парализованы это дудин сдс так ночью сегодня написал ты козлову сергею это и козлов сергей мне направил и написал что убрал вот если бы вы дорогой брат максим сами написали парализованному сергею все как мне ему было бы весьма приятно и утешительно и вы бы еще одного молитвенника обрели в его лице нашу с дудином переписку почти за три года и девять бесед с ним хороших дудин почему-то страшно ненавидит и боится своего сам и мыслит что он прав а максим не сбросил новый материал и там интересно как на него нападают и поносят и проще и проще и проще такими словами и проще и притом одинаков патриархии находятся что интересного ты зарубежной церкви на меня ни один не нападает нету рпцз никого нету и вот сколько идет и от баптистов нету 50 ников от мусульман ни от кого нету только православные лютует священники в основном пришлите в ордовский файл объявления лагеря сергей пупков желательно сократить до минимума три-четыре предложения раскрыли в магазинах марьера там есть доски объявлений в школах алисей матюшин мир тебе от из казахстана прослушал твою беседу с писятиком разнес ты его все же как полезно знать писание как бы радостно было если бы все батюшки так говорили прихожанам фильм один вчера посмотрел изречить страх фильм о святителе луке крымском конечно все не покажешь там интересно но ему звание генерала просвоили там сразу он написал письмо тут написано калинину когда сидел и гнойной хирургии там написал учебник что будто бы форму ему прислали а форму только брюки на ниже широкие лампасы красная полоса и начальник тюрьмы но ниже починут он обязан ему счастье отдавать а у него сверху то формата которая есть зэковская будто бы такое тоже было вчера один пишет человеком кстати он же а то они ките колесников и живет в доме где мальчики будут жить в лагере надо бы туда какого-то брата определить того же володю к примеру а то на хватается дети чего не нужно взломать и всегда легче учиться александр м библии написано пусть даст разводное письмо правда там речь идет от лица мужа интересно вот соблазняет какие женщины наклоненные я поинтересовался чё она написано подходили ко христу кланялись мать заведеевных ты еще воображаешь ты воображаешь а не она знать не знает тебе еще скотского совкупления не хватает скотского никогда не соблазнялся никто я даже не слышал этого может быть не просвещен а женщины работают на огородах там полят или еще у тебя в воображениях одно заскочить то есть быком себе воображаешь или жеребцом ужас какой-то так меня это ты должен они он горя тому горя они-то еще тебе подали какой соблазн они у нас одеты платья до полу почти не выше десяти сантиметров что-то ты увидел что наклонился нет именно поза поза а когда стоит они еще не видит а здесь ужас просто и главное есть такие которые заступаются и говорят вот надо сделать убрать заши расширить там ну куда то ну зачем убирать тебя одного убрать и все кончилось все соблазна у тебя только они молятся знать ничего не знают а ты соблазняешься перекатываешься с носков на пятки пол службы то спишь стоишь а то и больше игла кто даст это не закон божий как сказано матфея в 12 8 он говорит и моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими а сначала не было так марка 10 5 иисус сказал им в ответ по жестокосердию вашему написал вам сию заповедь это не стихи слове иначе не убивают джон что взять другую ее же кормить надо на работу женщины не ходили а вот ныне 1 коринфян будет 7 27 соединен этой женой и ищие разводы остался ли без жены нищие жены а теперь справедливо несправедливо патриархия приняла решение что если принесут справку из загса разведенный церковь тоже браке может нарушить придумали браке заключается на небесах но эти слова то ни одного евангельского нету ну разве ушла да и ушла как павел при простые зашел а жена любуется там или захватил он ее ребятишки он ну мужик ты испугался он да не ничего еще она тебе нравится жена то еще ничего не очень такая не вчерашняя ну вот ну вот и все я что ступорить бери и повернулся ушел и ушел на сюда в пустыню и нашел антония великого павел при простые я в баню как-то захожу в местной тюрьме не в баню там это душевая душевая моется то и там такой пожилого возраста банщик называется там мыло дать и что кому как оказывается я говорю за счет сидишь то да я застал жену за этим делом ну что я их обоих зарезал сразу обоих зарезал за что так изменяет на теперь она что она пойдет за тебя даже не логика никакой нету двух зарезал один тут был мусульманин она поняла что-то на избивал там и проще это неверное так как жеребцы от них требуют целомудрия сами за собой ни грамма не глядят что ну а кто-то пришел и говорит я видел говорит крей там зашел мужчина нас каким-то мужчина пришла домой до конца сразу бросил там свои эти орехи и туда по трубе взобрался и зарезал обоих в окно так бывшая жена то она уж семь лет не живет у нас бывших не бывает то есть он с ней переспал и она не должна замуж выходить ничего нет тоже правила какие правила не никакие серёжа один пишет мир вам игнатий тихонович последнее время стал замещать ваших видео что книг у вас становится все меньше и меньше это сподвигло меня к написанию данного письма я хотел бы спросить возможно ли сейчас выкупить у вас самые редкие книги оставшиеся в наименьшем количестве сейчас выкупить чтобы они были у вас пока в декабре январе месяце я смог купить у вас весь комплект и забрать лично слово божие для человека бесценный дар которым верующему во спасителя нашего иисуса христа пренебрегать невозможно по определению ценю ваш труд как распространение слова божия поэтому для меня очень важно иметь возможность считать и давать считать другим ваши книги в их полноте подчеркнул ибо слово божие живо и действенно вот интересно шевкунов город везде этот тихон теперь вводит так и делает как вы и дальше этот серёжа говорит моя погоня гнались до упаду я отошел не досягаем вам прощай земля азарт закон ограда мой труд следы считайте по слогам во славу божию то есть пример себе своим воображением у меня стихотворение виктор николаевич савченко поет его и вот понравилось арман проликов прошу прощению игнатия тихоновича что наставил на том что противоречит его словам о вреде здоровью я как и игорь дому но например кушаю жареную рыбу и никого не отговариваю ее кушать потому что не верю в ее вред никем не доказаны роман да не об этом нет речь шла растительном масле на котором жарят ну жарьте на сливочном ее сметане и в на воде а потом налей ты отвечаешь не о том моя беда в том что я в виде недовольства моими словами игнатия тихон еще продолжал ему противоречить тогда как игорь дому но например не стал продолжать настаивать на своем этим брат игорь меня обличил в этом вопросе я исследую себя не на предмет кушания всего подряд пристрастия которому у меня нет лежать вместе сейчас тоже меньше приходится я потихоньку беру себя в руки с божьей помощью вот это выражение брать себя в руки как самого себя поднять как брать себя в руки ну нет этого выражения то но безбожное неправильное неверное с помощью божью в этом вопросе я рассматриваю наличие или отсутствие у меня зависти из-за того что игнатих наш имеет власть а я нет какая у меня власть на чем власть слове мне говорят у вас лишь авторитет такой так на авторитет я полвека работал все тут удивляться ты говоришь и внимание не обращает говоришь неправильно не по слову божию вера мир вам игнатий тихонов я устраиваюсь на работу хирургическое отделение с санитаркой это мне выдали рабочую форму рубашку и штаны как у хирургов то у меня к вам вопрос как мне быть можно ли на работе так ходить мне ну кто ты такая-то там уборщица санитарка я отвечаю нельзя второзакония 22 5 на женщине не должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женское платье ибо мерзок перед господом богом твоим всякий делающий сия мерзок мерзка даже одежда не говоря о том что мужик разжигается на мужике разжигаясь похоть и друг на друга ну вот теперь и смотри в настоящем положении ненаклоненные мужчины безумия то никакого нет ну а как же на улицу то выходишь ты везде видишь что ты соглядываешь она же на женщину то тут поневоле вспомнишь и прямо серийно тоже вообразила себе а кто меня может учить я все знаю весь интернет пролопатил ему голос был иди кто первый встретиться тут твой учитель пошел наконец-то я нашел учитель идет и первый идет блудница ночная бабочка с ночной работы своей он остановился и она остановилась и долго смотрят друг на друга и он это ты еще на меня смотришь я из ребра взятая и смотрю а ты земли так смотри в землю они смотри когда я наклоняюсь вот так да он повернулся и пошел вот это она дала ему отпор научилась то арсения великого когда он ехал и одна там куда-то переходил и одна женщина на пароме или где коснулась и он говорит я монах зачем касаешься ко мне а монах так и сиди дома кто вас тут не видал вот монах сидит дома он только и про шел и повторял как хорошо ответила а чё я тут шарюсь чё еще можно договориться чтобы быть в платье я и пишу и сверху халат никто и не видит ничего вера поняла спаси христос вас игнатий тихонович александр м кто даст это не закон божий как сказано он говорит и моисею моисей пожить к соседию вашему позволил вам разводиться с женами вашими а сначала было не было так согласен но вопрос звучит что режет слух слова развод а в библии это слово фигурирует где кстати под эту статью по жестокосердию скорее всего подпадает и расставщический процент еще кое-что не знаю за уши натягивать никогда не делать явно четко если видно виталий калиников остался без жены я пишу не ищи ну еще вот ну развелся да и живи ты вот не хватает чего-то ему спальной принадлежности то этого ребенка под ними этого то не дает работать а сколько надо будет я знаю у нас была близкая дружба александр иванович устинов его сын у нас живет володя устинов владимир александрович у него было десять детей восемь сыновей две дочери представьте сколько он работал все работы буквально на на вороте и слезарь и токарь и чего-то и конец у него и дома еще и сад и огород и каждую неделю за 60 километров ездит ездил храм за 60 километров еще там доедет пока от эскетима новосибирска там еще пересадки на электричке на автобусах виталий калиникова говорит подобно тому как древнему израилю посылает бог судей пророков так и в церкви своей в моменты чрезвычайные он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности как бы пророков сильных духом и веры вот на меня нападает который скажите вы к себе относите это нет по порядку давайте еще он тут его не скажут что он не понимает о чем он говорит сергий строгородский ну конечно это не мой герой нужно понять так как господь в древнем израиле посылает судьи пророков особенно так и в церкви свои в моменты ищи звичайные вот сейчас такое падение такие такой устав принимает даже сама патриархия что делается с еписками это все властность над священниками неправильно совершенно написали там правило о том что разводиться можно и священник один с урала там пишет сегодня об этом но он восстал подал в суд церковный суд на патриарха потому что патриарх все таки здесь играет роль когда принимает что-то и вот сразу же посчислили выгнали и все он обычно бог посылает людей исключительные благодатной одаренности как бы пророков сильных духом и веры вы имеете благодатную одаренность исключительную подумай об этом и скажи да это про меня и как бы пророков сильные духом и веры ой как слово пророк бояться мне что во себе пророка из себя делать ревнуйте о том чтобы пророчествовать это абсолютно ко всем говорится их женщинам и к детям не имея официального назначения то есть они не миссионерским отделом не занимаются не священники но и никто и какой а эти люди самим делом делом своим выдвигается из общей массы и становится предводителями других вы относите к себе это я всех прошу я отношу а как выдвигаюсь я не знаю как в эфире там буквально наполнено все и там где бы не было вот такое случая было одинаково совершенно в хабаровске и в воронеже но представь или там краснодаре далеко друг от друга то но и разговаривает там я не знаю с сыганами там или свидетелей югова называется то и узнали им напомнили обо мне сказали вот материал такой книги они как бросились говорит бегом бежать сразу спрятались ушли не теоретически бросились а те практически не имея официального назначения эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других я не предводитель везде что касалось и ну кто работает в тюрьме раздавать все эти по камерам такие есть я только в одной из тюрьме 18 лет был так они меня слушали заносил туда не просто так один раз четыре с половиной тонны завез печатной продукции тонны за них ходатайствовать с ними заниматься мне отдельные дела давал господь как следователю бог делает так приносит несколько дел я смотрю беру самое трудное пять человек за убийство и ко мне при приводят по одному кабинет дают а я никакого образования не имею ни юридического никакого но спросите кого то возможно все скажут невозможно вот я перед вами живой но почему такое нарушение какое нарушение то из них трое до суда вышли ко мне прислушивались и где а почему краевая прокуратура прокурор края меня ввел туда и мы близких отношениях я выдвигаясь из массы ну конечно тут никто не скажет ничего вот как я выдвигаюсь я просто говорю об этом скажет а вот он хвалится благодатью божию хвалюсь одновременно вел занятия в пяти университетах сколько техникум в пьесе я не знаю училищ это училище отдельно тоже 13 школах это все одновременно вел занятия во всех воинских частях какие есть в окрестностях барнаулии три районных отдела милиции городской отдел и краевой регулярно я не знаю может быть сколько там лет 15-20 прокуратуре на всех заводах и фабриках какие барнаули есть это 700 тысяч человек на площадях ну нету даже перечислить не знаю вплоть до сапожной мастерской дома моды везде проповедовал везде и приглашенный был и тогда лтп было где алкоголиков отдельно там лечили и там выступал и психиатрические больницы и в тюрьме и к осужденных при больнице ну как я выдвигаюсь и газеты непрерывно писал об этом три радиопрограммы вел три еженедельно то есть я и даже кто с кем-то разговаривал стоял в автобусе ехал и сразу подошел человек а вы лапкин будете да я вас все время слушаю по голосу определяли а у меня ничего нету в больницах но везде везде проповедовал соберутся прокуроры края там собрали с ними какое-то совещание за мной машину приезжают глава администрации где-то учителя собрались то в районе там заучи все за мной посыльный чтобы я явился везде являлся с рюкзаками набитыми библиями в то время когда их не было библии правда только канонические это через баптистов мы наладили канал и оттуда получали ездили вот такая была вера так ну как это выдвигается люди знают об этом да регулярно почти во всех журналах газетах появляются мои статьи а потом перестал и тоже один встретился и говорит а почему вашей статьи нет я говорю я книги пишу сейчас за 9 лет 38 томов таких и 7 в интернет на версии плюс ну понятно выдвигается да выдвигаются как из краеведческого музея ко мне приходят и у меня переписка такая большая тогда была и по одному листику даю и они первые слова последние как загнут если уголочек все фиксирует и идут день за днем ко мне идут но главного музея алтайского края значит выдвигается я не выгибаюсь не кричу ну так так есть но это предводительство не имеет официального характера не является установленной церкви должностью и если одержится служебных рамок служебные рамки он никуда из них ними вот положено там не положено но кроме того тысячи проповедей в храмах тысячи вот так вчера я слушал о том как в храме люди ведут себя и не думают о царстве божьем я даже это здесь снял а андрей ткачев говорит хорошо говорит громко во весь голос такие мне нравятся и стоят никто нигде не видно не ходит и ну и слава богу я о нем каждый день молюсь хотя у меня лично связи с ним не было но это предводительство не имеет официального характера то есть нигде такого не найдешь не является установленной церкви должностью и не всегда держится служебных рамок то есть там рамки какие-то повторяю 21 тысяча вот перед вами стоит ну скажем так коробочки какие-то кара их каждая коробочка это село поселение и так они стоят у нас такая же была история потеряевка и мы с нуля начали с нуля а много ли мало ли главное что пример показать а там видно будет ты один примером покажи своим город на вершине горы так как и всякое пророчество она есть личный подвиг таких людей то есть я мог говорить не говорить делая их личной внутренней духовной предприимчивости и ревности о боге церкви божией патриарх сергий строгородский я эти фразы приводил раньше а это виталий привел русик мир вам игнатий тихонович у меня ваку вам вопрос у вас в общине кто-нибудь не из барнаула и потеряевки прижился или нет пожалуйста начинаем с того только конца издалека начнем сейчас вот первое с новосибирска с новосибирска и и не один вот ограничивать не надо другая там есть и скорчины люба минаева и по порядку это в казахстане глушков жил там ну а эти кто учился в барнаула в ныне барнаульский он из табунов был игорь барабаш эти приехали вот я даже не знаю где были они уехали а мать у них осталась сейчас живет серафима гаврил он там 92 или 93 года 90 лет ну с лишним там вот из казахстана ищем кента кажется но и по порядке беру вот не они ла рядом это это тоже из казахстана откуда-то глушкова игоря мам мать и по порядку души сказать то наоборот больше половины больше половины люди которые не входят и то что пишешь из барнаула вроде только ваши там я смысл-то понимаю ответ на этот вопрос никак не повлияет на моё спасение я не наворачиваю это просто вопрос интерес слава христу но я отвечаю я не раз в этот вопрос слышал то но были такие которые издалека были были да и уехали и что говорит то есть не туда приехали один был у нас он скверно словил матерился приходилось бороться недовольство было выговаривали где собрание значит поставить бутылочку то есть такое было их нету один приехал вообще на один по одному которые приезжали ну не один и никак вот приехал там был у нас горбунов это как был правнук там параллельной линии потеряем основательном потеряем эти приехали там из томской кажется губернии оттуда а кто тут из барнаула то из барнаула тут я даже не знаю кто из барнаула ну или как в общине кто-то не из барнаула и потеряемки а из потеряемки то никого не было ее и не было в это время потеряем котец ахим приехал он до этого фрунзе жил а так то он мотался куда направит архиерей омске вот ну а про меня и говорить нечего я мало ли я был то но это время тут я жил уже так посмотришь там ну только кто там один один или может два человека которые из барнаула а из общины то тут никого там и нету из общины не знаю я не могу припомнить никого ну и вот на этом на сегодня все показать наши ресурсы вот теперь что у нас здесь мой мир вот здесь дальше отлюблю эту легко общаться здесь вот патриарх мучает ребенка вот которые стоят участвовать всех нужно снимать сан и выгонять 50 польское правило да будет извертая какая нужда советская власть мешает или чрезвычайное положение какое-то ну видно что там вода есть и женщина стоит то есть а разврат умов искажение слова как тючев писал они понимают что им дано ну представьте ну патриарх ну вот он стоит здесь гундяев и в это время собор и там есть такие соборы где там четыреста с лишним епископов да на него никто не посмотрит так мошка-бложка по-другому никак не назовешь и один бы поднял руку я против буду вот так не будешь тебя сразу бы горит за хвостом яму и весь ответ на любого так не конкретно говорю патриарха не умирайте там вот стоит тоже видно что с цепочками обвешивались и на этом все можно делать фартук желтый надел и можно это делать у ребенка ноги то за пределами там этой чашки то ну видно вон дно то видно там ну не больше там сантиметров 15 10 что делает развратители другого слова нету 136 свидетельств святые отцы кирилл русалимский все говорят об этом канон правила жития святых ничего не признают сами самовластно грабитель я называю пираты захватили корабль еще тут нельзя сделать я не делаю этого не крести а вы перекрещиваете кого это крещение ну так комедии мужчина стоит улыбается довольно и тоже будет думать что он хоть бы маленько то не застегнуты видно даже одежда то какая-то без пояса все но он им чем-то близок работая день в свечном отделе и там этом софрино торгаши вот нарисовали картинки ну да на этих святых то посмотри делали они так или нет то мужчина бритый такое есть нету смотри рядом то сколько икон то хотя бы ничего нет игра камуфляж ну у нас есть большой православный форум 3022 день вот это здесь 1600 кажется роликов я сегодня даже не видел сколько посещаемость небольшая там 300 человек 250 ну и вот вот сейчас я а вот тоже тоже тут тут 500 чем-то идут занятия по слову божьему потеряевки вот сколько день назад 470 ну может быть всего час времени прошел дальше маленько что то будет другое но не знаю сильно то не изменится вот как искать вот ну потеряли там какое то ну как придется посмотреть такое у вас не увидите замки вам это не видно вообще это у нас там администрация там модераторы кто занимается ставит а я только снимаю сколько вот она все идет то есть это у нас закачано столько вот столько по пять строчки и это ждет своего публикации то есть что тут 800 или 683 кошки египетское чудо ну еще кошки и столько смотрят но им интересно кошку смотреть а вот жития святых там и палит да что это вот притча притча 3 3 15 22 без совета расстроиться а никите здесь 4302 за два дня 4 тысячи для нас это вообще запредельно много ну дальше тут идут все такое не нету сейчас еще гляну где на батюшку гусак нападает тысячи с лишним а три дня гусак нападает вот две тысячи с этим с никитой вот пять тысяч девятьсот девяносто с никитой первый ролик стоит вот никита дороже всех рядом по военному делу настолько сильный материал всего 290 я все вспоминаю как жириновский возмущался ну такой ну конечно он сам себе подпортил то и где то там вроде бы сообщак даже ксения то набрала больше чем он но люди то маленько соображают или нет ну за кого говорит голосует то что она может где то что то да но абсолютно ничего нету вот собрание миссионерское должно быть только духе святому уже 1500 но по маленьку набирается и вот во свете библии православный библейский сайт самое дорогое 4124 ответа вот так больше ничего нету на этом конец то есть видимо